Приветствуем крымчан, настроившихся на самую крымскую волну. И в нашем эфире, как всегда, самые актуальные новости и последние события обсуждаем. У микрофона Татьяна Курманова. Вы можете подключиться к нашему разговору, если наберете номер телефона 8 800 10 06 926, либо 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня будем говорить о продаже трех крымских санаториев. Айпетри и Мисхор, они ранее принадлежали Укрпровздравнице, а также Дюльбера. Это санаторий аппарата Верховной Рады Украины. Какова реальная стоимость крымских санаториев, кто новый собственник, насколько законны эти сделки и почему санатории продали только сейчас. Все это обсудим в ближайшие 25 минут. Присоединяйтесь к нашему разговору и вы. Крым в центре внимания. Итак, напомним, три санатория на южном берегу Крыма. Айпетри, Дюльбера, Мисхор, их называют визитными карточками южного берега, были национализированы после российской аннексии полуострова. Санатории пытались продать активно несколько лет. Сразу с 2014 года они были сначала включены в список приватизации, затем выставлялись на торги, но не было желающих. Спросом не пользовались эти санатории. Но вот 3 июля было объявлено, что за эти санатории некая фирма, управляющая компанией инфраструктурных проектов, заплатит около 24 миллионов долларов. И компания была создана после аннексии и зарегистрирована в Симферополе. Зарегистрирован основателем этой фирмы был генерал-полковник Владимир Зарицкий. И кто этот человек, чем он известен, вела ли компания эту деятельность ранее, почему именно она купила эти санатории, узнаем у главного редактора Центра журналистских расследований Валентина Самар. Доброе утро, Валентина Ивановна. Доброе утро. Что известно о Владимире Зарицком? Был ли он медиафигурой до того, как попал в поле зрения ваше? Ну, больше всего он, конечно, известен в России именно как бывший командующий ракетной и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Конечно, генерал-полковник Владимир Зарицкий, после того, как он перестал быть кадровым военным, он занимается общественной деятельностью, возглавлял союз ветеранов этих самых же ракетных и артиллерийских войск Российской Федерации. А сейчас также является президентом фонда, такого же ветеранского офицерского фонда, который, в свою очередь, входит в другую структуру ветеранскую, которая называется Мегапир, Национальная ассоциация Мегапир. И она не просто ветеранская такая организация, а очень мощная структура коммерческая и производственная. То есть там есть компании строительные, коммерческие, всевозможные торговые центры в Москве. И она, кроме всего, занимается еще и бизнесом. То есть можно сказать, что это генерал-бизнесмен. У него есть шесть компаний, зарегистрированных лично на него, и еще ряд компаний, на которых являются юридические лица, которые он основал. И это четыре компании в Москве различные. И две компании зарегистрированы уже в Крыму после того, как он был незаконно анонсирован на Российской Федерации. Это его компания, управляющая компания инфраструктурных проектов в Крыму активничала после 2014 года? Ну, впервые в поле времени журналистов и журналистов украинских и крымских эта компания попала после того, как в 2016 году подписала меморандум, лично Заритки его подписывал, называемым губернатором Севастополя. Овсяниковым был подписан меморандум о строительстве гражданского сектора в аэропорту Бильбет, который на сегодняшний день является военным исключительно. Я напомню, что он тоже был незаконно национализирован, потому что там был гражданский тоже сектор, который принадлежит в фирме украинского олигарха Коломойского. Коломойский сейчас за свои активы в Крыму, незаконно отобранные, так называемую властью Крыма и российскими структурами, и национализированно незаконно, он сейчас не судится в международных судах. И он подписал этот меморандум лично Заритки в правительство Севастополя, и после этого, собственно, начали интересоваться ими его компаниями севастопольские журналисты, которые, что называется, ножками прошлись по адресам, он один адрес в Крыму и его компании. Я казала, что это просто обычный жилой дом, где нет никакого офиса. Непонятно вообще, каким образом эта компания будет вкладывать миллиарды в строительство, в реконструкцию аэропорта Аббельбек, поскольку за душой у нее 10 тысяч основного фонда эта компания. Но дело в том, что, скорее всего, те люди, которые планировали ввести эту компанию Заритского, или тех, кто за ними стоит, рассчитывали на большие деньги, которые должна была дать федеральная целевая программа. Это огромное федеральное средство, которое вкладывается в инфраструктуру анонсированного актуала из Севастополя. Но что-то там пошло не так, и в результате договор был подписан с компанией Министерства обороны России. А вот вторая компания в декабре прошлого года, она получила огромный кусок земли в очень сладком месте южного берега Крыма, в Гастре, рядом с визитной карточкой Крыма, ласточным бельтом. Это территория, санатория Жемчужина, и она засветилась, эта территория еще в 2014-2015 году, потому что господин Аксенов очень рассчитывал на этом месте создать игорную зону, построить там комплекс казино. Вот такой у вас легот в европейский южный берег Крыма именно в этом месте. Но, опять-таки, ни инвесторов не нашлось, ни местное население было очень против. И в конце концов, в декабре прошлого года, эта земля была отдана компанией господина Зарицкого под строительство пятизвездочного элитного отельного комплекса. Можно ли Зарицкого назвать активным игроком на этом рынке строительным? Ну, пока что он ничего не построил. Ему отдаются вот такие, можно сказать, подряды. Вот, что он будет строить, за счет каких средств, как он их будет привлекать, будут ли там какие-то средства, может быть, бюджетные, вот по линии, там, долевой программы. Либо это будут заемные деньги, либо это будут деньги каких-то других игроков. Мы бы на сегодняшний день не знаем. Существует только версии, что он не самостоятельный игрок, что его компания – это такие прокладки, через которые в активы Крыма, которые не продавались, как мы знаем, с 2015 года, хотя очень хотели продать эти все объекты, особенно эти жемчужины Южного берега, крупные жемчужины, хотели продать, потому что денег у Крыма их сдержать нет. И свободно их продать тоже невозможно. Поэтому идут люди, которые уже либо находятся в санкционных списках, им как бы нечего терять, да, либо это идут такие фирмы-прокладки, через которые этими объектами будут владеть другие. Вот по версии российских журналистов, которые обратили внимание на вот такую активность компаний, компаний с, можно сказать, с пустым кошельком, которые оформлены Назаритского, по версии российских журналистов, возможно, за ним стоит брать Натюнберг. По крайней мере, такие публикации в московской прессе были еще там в прошлый год. Но прямых связей никаких нет. Но вот, например, мои знакомые в Ялте еще в прошлом году, когда так называемым правительством Аксена принимались решения о продаже этих объектов в Дюльтера, в Нескоро, и в Петре, и других санаториев, которые были переданы, там, вот так называемой корпорацией развития Крыма, через которую, социальная структура, которая занимается продажей этих всех объектов в Крым, тогда уже пошли разговоры о том, что меняется менеджмент в крымских здравницах, и туда заходят люди, которые дружны братья Натюнбергом. Вот это все, что на сегодняшний день известно, скажем так, в факте. Версии могут быть разные, но на сегодняшний день так. А экс-министр курортов Крыма Александр Лиев говорил о связи с Минобороны России, возможной, Зарицкого. Есть ли у вас подтверждение этой версии? Ну, скажем так, не очень он четко высказал свою версию. Скорее всего, он имеет в виду, как и мы, да, что вот компания Мегапир, вот, которая имеет в своей структуре и строительные компании, и производственные, и коммерческие, вот, возможно, это такая, знаете, армейская большая бизнесовая структура. Что, возможно, люди, которые, а это генералитет, высший генералитет, например, офицерское собрание вот этой ассоциации ветеранцев возглавляет Дмитрий Язов, тот самый, который был одним из руководителей попытки государственного переворота, известного под названием «Сочетая» в 91-м году. Вот этот человек, маршал Язов, он возглавляет офицерское собрание, недависимо. И вот, высший генералитет в российской армии сейчас находится в руководстве этой полукоммерческой, полуобщественной, скажем так, структуры. Возможно, что и армейские вот эти вот бизнесмены имеют отношение ко всем этим структурам, и мы знаем, что ветеранские организации российские, они принимали активные отчасти в аннексии, в оккупации Крыма, и, возможно, сейчас они расплачиваются, мало говоря. Ну, это, опять же, только век. На Ваш взгляд, почему именно сейчас так активизировались крымские чиновники с продажи этих активов, которые вот с 2014 года не продавались? Ну, я бы не сказала, что они активизировались, к этому все шло, потом другое дело, что не продавалось, наконец-то нашла структура, на которую, скажем так, которые продали, оформили. На самом деле деньги небольшие, полтора миллиарда рублей, но это копейки за три таких огромных, прежде всего, территории. Напомню, что Дюрбер включает в себя дворец, памятник, это творение архитектурное Николая Краснова. Это огромная парковая зона, 22 с лишним гектара с выходом к моря, памятника парка, территория других манаториев чуть поменьше, там, 7 гектаров у Несхора, но это известный тоже парк, очень красивый, хорошо сохранившийся. Вот, поэтому это небольшие деньги, и это уже, что называется, вот, именно потому, что краденое и никто не покупал, и вот такой цене, скорее всего, и продано. Ну, кроме того, что, наверное, присутствует во всех этих сделках какой-то коррупционный момент. Но именно сейчас, потому что не за что их, не за что содержать, это большие расходы, они требуют, это старые здания, которые требуют входа, требуют капиталовложений, и, кроме того, нужно же каким-то образом выполнять бюджеты тех структур, которые занимаются продажей. Поэтому, я бы не скажу, что сейчас активизировалось. Деньги нужны были еще вчера. Да, спасибо большое. Главный редактор Центра жминских расследований Валентина Самар была на связи с нашей студией. А у начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Виталия Секретаря спросим, открыто ли производство по факту продажи трех крымских здравниц. Доброе утро, Виталий. Доброго ранку. Дякую за приглашение в эфир. Я хотел бы начать с того, что взагалі правовую квалификацию даних деяний и взагалі, как прокуратура оценивает вказанные факты. Хотел бы обратить внимание, прежде всего, на то, что еще в 2015 и 4 лютого 2015 года Верховной Радой принято заяву про визнание Украины юрисдикции Международного криминального суду щедо скояння злочиней против людей и военных злочиней, связанных с событиями, которые начали в нашей стране с 20 лютого 2014 года. И именно до военных злочиней в Римский статут Международного криминального суду, стаття 8, относится серьезное порушение Женевских конвенций, до которых входят и незаконное великомасштабное проваснение майна, как государственного, так и и коммунального, и кооперативного, и будь-якой формы властности в том числе. И, понимая, что все эти злочини, связанные с темчасовой окупацией півострову, они не должны остаться безкарными, и их дие в расследовании должны быть не только на национальном и на международном уровне, поэтому нам вживаются заходы, и вживаются до сих пор заходы, что до расследования таких злочиней и притягивания винных осіб до ответственности. Взагалі, все так звані кейсы стосовно захопления майна, они были объединены в одно криминальное проведение, и каждого раза, за каждым фактом, который на данный момент происходит, вот, зокрема, про что зараз йде мова в эфире, про санаторий И.Петри и МИСХОР, так. Так. Тому ці всі факти, вони вже долучаються до розпочатого криминального проведения. Хотів би звернути увагу, що там розслідуться факти не тільки националізації, приватизації, а й федералізації, що я вважаю, ще більше є доконаним фактом вчинення самовоєнного злочину зі сторони Вищего керівництва Російської Федерації, що стверджує на те, що вони відносяться до цього майна як до свого, а не до тимчасового, скажем, яке перебуває в їхньому володінні. І на даний момент до цього криминального проведения включено понад 4 тисячі українських підприємств. Постійно це доповнюється. Я хотів би звернути увагу, що питання належності того чи іншого майна, вони розглядаються також ще в наших українських судах по цивільно-правовому напрямку. Тобто, продовжуються, відновлюються судові провадження, які були розпочаті ще в Криму. І зараз ми продовжуємо справу прокурорів, яка була розпочата до окупації. І є деякі судові рішення, які визнають за українською державою право власності на незаконно продані ще в той час державні об'єкти. Тобто, цей перелік постійно-постійно поповнюється. Це якраз і санаторії Місьхор, і санаторії Айпетрії. Там з ними також є особлива ситуація, тому що вони свого часу були в відданні Укрпрофоздоровниці. Потім, завдяки вже тим прокурорам, заходам деякі рішення стосовно цього майна були скасовані і визнавалися за Україною право власності в особі фонду державного майна. Тобто, всі ці заходи щодо державного українського майна, а також майна, яке там знаходиться, вони вживаються не тільки в рамках кримінально-правової сфери, але і цивільно-правової сфери. Воно все поєднується і, скажімо, комплексно оцінюється в даній ситуації. Начальник отделу прокуратури Крыма Віталій Секретар, залишайтеся на лінію, ми продовжимо розговор з вами, після того, як примемо дзвонок от нашого слушателя или слушательниці. Добре утро! Ви в ефірі, є можливість задати вопрос чи висказати своє мнення? Добре ранку! Я вам скажу, що я в Криму вже проживаю давно вже, більше 45 років в Криму. І, знаєте, так я вам скажу, в москалів теж є майно в Україні. А чого його не брати арестовувати і продавати також саме, як вони продають майно, яке принадлежить Україні? Чого? Ну, те же саме, як вони кажуть, дзеркальне відношення. Дякую, переадресуємо ваш питання начальнику відділу прокуратури Криму Віталію Секретарю. Дякую за питання. Ну, я хотів би, перш за все, підходити менше емоційно до цієї ситуації і підходити більше з юридичної точки зору до вказаного питання. Я вважаю, що нам не треба вподобатися до загарбницьких дій і подібних дій, які здійснюються Російською Федерацією. Ми не повинні бути схожими на тих людей, які не поважають закон і будь-які міжнародні конвенції. На даний час національне законодавство не надає такої можливості щодо, так скажімо, екстропріації чи націоналізації зі сторони нашої держави відповідних заходів. Якщо на те буде воля законодавця і відповідні механізми будуть розповсюджені чинними вже в майбутньому законодавчими актами, тому цей механізм, можливо, по-дальшому буде застосовуватись. Але на даний момент таких правових моментів в нас немає і тому зараз говорити про це незвичайно перед часом. Ви сказали, що в отдельное производство були виділені об'єкти імущественні, 4 тисячі їх. А на якому етапі зараз знаходиться цей кейс? Хочу вам сказати, що зважаючи на те, що факти великомасштабного привласнення майна повинні також надаватися їм і міжнародного правового оцінку, тому, враховуючи вказане, ми спрямували вже 6 жовтня минулого року до Міжнародного кримінального суду, до Офісу прокурора, відповідне прохання розпочати розслідування з цих питань, тому що ми бачимо, що треба працювати не тільки в рамках національного законодавства, але й міжнародного. І вказана інформація, до речі, була використана прокурором Міжнародного кримінального суду у його звіті стосовно результатів проведення попереднього розслідування щодо ситуації в Криму, оголошеному в грудні минулого року. Крім того, на даний момент нам готується нове повідомлення, яке буде включати повністю по кожному міністерству, кожен незаконний акт, кожен факт привласнення з посиланням на найдрібніші порушення, які були вчинені окупаційною владою. І я вважаю, що десь, мабуть, якраз до жовтня 2018 року ми спрямуємо ще одне повідомлення до Міжнародного кримінального суду з цих питань. Воно, я думаю, що буде відкрити в плані того, що ми будемо його допомнювати постійно, тому що, як ви бачите, проводять ці дії стосовно приватизації і федералізації в подальшому, тому ми будемо його допомнювати і звертати увагу прокурору Міжнародного кримінального суду на вказані порушення і вчинення воєнних влочинів зі сторони керівництва як Російської Федерації, так і тимчасово окупованої Добрый день! Добрый день! Анарії, як ми спочаті, продали ці санаторії 3,24 — це мільйона доларів. Як ви считаєте, якова реально стоимость кожного з цих санаторій? Якова она? Ну, давайте начнем сначала с того, что сама суть продажи, как и все, что там происходит, является с точки зрения международного законодательства, еще раз это закрепим нарушением, и он является незаконным. В незаконном, да. Мы когда-то проводили оценку санатория, то есть средненький такой санаторий, условно говоря, на 200-300 койко-мест, это не про ЭПИ, Тридюльбер и Месхор. Это 7-8-10 миллионов долларов тогда, когда был Крым в составе Украины, тогда, когда там заходили круизные лайнеры, тогда, когда там могли работать международные операторы, то есть когда легальный статус был правильный, законный. Когда туда шло 65-70% украинских туристов, белорусы туда шли, они сейчас туда тоже не особо идут, потому что боятся проблем с Украиной. Вот при таких условиях, такие простые санатории стоили 7-8-10. А санатории такого типа, нужно понимать, что это очень лакомые куски с парками, с ландшафтами, с пляжами, с большим количеством койко-мест. С архитектурой, они стоят, ну минимум, в те времена, в районе 20 миллионов долларов, это минимум. Просто никто никогда даже представить себе не мог, что такие объекты могут стать предметом продажи, тем более каким-то предприятием, непонятным управлением инфраструктурными активами, частное предприятие, которое покупает государственный объект Верховной Рады Украины, или Укрпрофдравницы. Это минимально, не считая, там, ну как, оценка просто математическим путем, там, каким-то делением на количество, там, гектар, или там, сколько мест, или там, возможные застройки, не считая культурной ценности. Плюс стоит отметить парковые зоны у каждого из этих санаториев. Да, конечно, кроме этого, то есть, вы же помните, что какая цена была на землю в Ялте? Ну, представьте себе, гектары земель этих объектов, ну, которые оцениваются там в общей сложности в 24 миллиона долларов. Ну, это смешно, это, понимаете, это не инвестиция. Инвестиция, это когда здоровый, есть существует здоровый рынок, и он привлекает реальных субъектов или игроков рынка. Вот это настоящая инвестиция субъектов, которые в этом что-то понимают, специализируются или делают. А там идет какая-то раздача, то есть, бонусов, которая начиналась еще там с 2015 года. Она не состоялась быстро, скорее всего, потому что все понимали, что неизвестно, как это все будет развиваться. Сейчас, может быть, кто-то лелеет надежду, что смогут перенаправить потоки именно государственные Российской Федерации на то, чтобы заполнять эти санатории. Поскольку при Украине вообще представить себе было невозможно какое-то развитие событий с такими объектами. Спасибо большое. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник правления Министерства курортов и туризма Крыма, был на связи с нашей студией. Говорили о продаже трех санаториев на южном берегу Крыма, Айпетри, Дюльбер и Мисхор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова